В Париже сегодня сразу несколько крупных забастовок. Своё недовольство вышли выразить водители такси. Также акции протеста проводят авиадиспетчеры и учителя. А по всей стране забастовки поддержали около 5 миллионов человек. Привычно размеренная жизнь французской столицы сегодня практически встала. В Париже недовольные таксисты начали жечь покрышки, и полиции пришлось силой успокаивать протестующих. Из столицы Франции репортаж нашего Субкора Яна Подзюбан. Терпение лопнуло. Забастовка в Париже переросла в столкновение. Заношение оружия, поджоги и беспорядки. Задержаны десятки участников. Но всех не остановить. На улицах миллионы несогласных с экономической политикой государства. Демонстрации таксистов самые массовые. Над ними сгущается дымовая завеса полиции. Но митингующие твёрдо стоят на своём, как вкопанные на дорогах Парижа. Доходы упали в последние несколько месяцев на 30-50%. Сегодня водители, которые взяли автомобили в аренду, массово сдают их назад. Люди не могут даже окупиться. Водители, оплатившие лицензию на такси, теперь не могут рассчитаться с банками. Поэтому и банки сталкиваются с проблемами. Это экономическая катастрофа. Главная артерия города, веню Грандарме, перекрыта. Круговая площадь перед Конгресс-Холлом вообще превратилась в парковку. Митингующий настроен решительно, порой даже агрессивно. Их плотным кольцом окружают бойцы спецназа. Кое-где местами уже применяют слезоточивый газ. И парадокс, но этот едкий запах смешивается с ароматом жареного мяса. Похоже, водители такси здесь действительно надолго. Почему для вас важно сегодня быть здесь? Мы будем здесь столько, сколько потребуется. Сегодня, завтра, неделю, пока нас не услышат. Пока нам не восстановят убытки. За право быть таксистом нужно платить. Лицензия обходится водителям в десятки тысяч евро. Но правила писаны не для всех. Система аренда автомобилей с водителем, которые набирают все большую популярность, не требует регистрации. В таком бизнесе официальные такси заведомо проигрывают. Нездоровые конкуренции недовольны по всей Франции. В Марселе тоже перекрыты дороги. Они надругались над профессионалами, которые платят налоги. Профессионалами, которые уважают законы. Кроме того, еще и эти американские ковбои. Компания Uber ничего не платит Франции. Они хотят уничтожить нашу систему. Систему, в которой мы живем. На пригородных трассах Парижа уже многокилометровые пробки. Рано утром митингующие загородили часть полос дороги на два главных аэропорта Шар-де-Голь и Орли. При этом на другой стороне трассы жгли покрышки. Спецназу пришлось оттеснять бастующих, чтобы пожарные смогли добраться до огня. Уже известно, в санкционированном заранее разрешенном митинге есть пострадавшие. На подъезде к аэропорту Орли водитель маршрутки с пассажирами попытался прорваться через кордон таксистов. В результате один человек получил травмы. Водителя маршрутки полиция также задержала. К забастовке таксистов присоединились авиадиспетчеры. Они требуют сохранить прежнюю систему выплаты премий. Каждый пятый рейс отменен. Пока в основном внутренние линии. Интеллигентно, но не менее масштабно бастуют учителя начальной школы. В Париже в некоторых классах сегодня только ученики. Сто тысяч педагогов не пришли на занятия. Они требуют индексации их зарплаты, которой не было уже шесть лет. Парижская забастовка грозит охватить всю страну, поддержать бастующих в столицу. Сегодня приехали не только из соседних городов, но даже стран. К масштабному митингу присоединились водители из Испании. Мы здесь, чтобы выразить поддержку французским таксистам. Нам кажется, поддержав их в таком важном месте, в столице, в Париже, мы сможем положить конец этому кошмару. В прошлый раз подобные масштабные забастовки прошли по всей Франции два года назад. Тогда таксисты митинговали почти неделю. Правительство страны пытается избежать повторения ошибки. Этот год – последний в пятилетнем сроке правления президента Оланда, в самом начале которого он обещал справиться с безработицей и выровнять экономику. Известный премьер-министр страны Мануэль Барс уже принял делегацию от профсоюзов водителей такси. Яна Подзибан, Алексей Лабушкин, Дмитрий Малышев, Первый канал, Париж.